Здравствуйте! Меня зовут Кристина Облицова и вы смотрите новости Верхних Татышлов на ЮТВ. Каждый четверг в 7 часов вечера мы рассказываем вам о событиях и интересных людях Татышлинского района. Смотрите сегодня выпуски. В Татышлинский район приедет поезд здоровья. Готовность Татышлов ко всемирной фольклориаде проверила комиссия. Семья Фархулиных учит детей доброте и заботе. Реабилитационный центр продолжает работу в дистанционном режиме. Начнем выпуск с коротких новостей. В Татышлинский район приедет поезд здоровья. Врачи из Нефтекамска и Бирска осмотрят жителей. Акция пройдет по всей республике. В составе бригад терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, неврологи, стоматологи, эндокринологи, детские специалисты. Также приедет маммограф и флюорограф. 22 и 23 сентября врачи прибудут в деревню Старый Козыльяр. 24 и 25 в Старый Курдым. 28 сентября в село Старо-Акбулатова. В Верхние Татышлы приехала комиссия, чтобы проверить готовность района ко всемирной фольклориаде. В составе комиссии представители дирекции по подготовке и проведению фольклориады, руководители учреждений культуры, служб МВД и МЧС. Напомним, всемирная фольклориада пройдет в Башкирии с 3 по 10 июля следующего года. В эти дни участники из десятков стран покажут свои традиции, танцы, ремесла, народные игры. Жителям республики предлагают развивать сельский экологический туризм. Центр народно-художественных промыслов Госкомитета Республики по предпринимательству объявил конкурс. Принять в нем участие может любой желающий. Конкурс проекта проходит в два этапа. Первый этап – это подача на участие заявки до 31 августа, где человек должен снять небольшую видеопрезентацию о себе, о своей деятельности, о своем будущем проекте. И что сделал бы он с полученным денежным призом. Мы будем отбирать из всех заявок 40 участников. Научатся делать правильный проект на участие в грантах. Самое интересное, что мы дадим всем информацию именно по всем грантам имеющимся. И такую информацию именно к базе, где нужно вообще правильно искать. Победитель конкурса получит денежный приз в 100 тысяч рублей на реализацию проекта. Заявки принимают на электронную почту конкурс собачка nhprb.ru. Вопросы можно задать по телефону 8 927 301 99 13. Жители Таташлинского района приглашают принять участие в фотоконкурсе «Всероссийской переписи населения». Работы можно прислать в нескольких номинациях. Семейный альбом, «Покажи страну випину» – это талисман переписи, «Храним традиции». Фотографии нужно опубликовать в Инстаграм с активной ссылкой «Страна 2020» и хэштегом «Фотоконкурс перепись». А можно отправить работу в личном кабинете на официальном сайте. Один участник может подать не более трех работ. Прием фотографий до 30 сентября. Верник Таташлах пройдет диско-ночь. В программе концерты, игры, конкурсы, танцы. Гостей ждут на площади перед РДК. Начало в 21.00. А теперь к основным новостям. Фархулины – семья подражания. Конкурсы, спортивные мероприятия, походы в школу. Они участвуют во всем. В чем секрет счастливой и крепкой семьи, узнала Эльвина Ахмедзянова. Этот танец придумала Лариса. Она ходит в танцевальный кружок. Брат поддерживает ее в увлечении. Пока ребята танцуют, мама подпевает. Дети – большая гордость Юлии и Эльфата. Уже 11 лет они живут рука об руку. Она из Таташлов, он из Шулганова. Встретившись, они сразу полюбили друг друга. Сначала мы жили в деревне Шулганово. Потом вот три года тому назад переехали сюда. Так как здесь районный центр все-таки, и для развития детей много возможностей. Вот наши дети посещают различные кружки. Также в свободное от учебы время, от работы время мы вечерами любим посещать спортивно-оздоровительный комплекс «ФОК». В бассейн ходим. В свободное время также любим участвовать в районных мероприятиях, где занимаем призовые места. Лариса идет в пятый класс, помогает маме по дому, вместе готовит завтраки и ужин для всей семьи. А еще Лариса смотрит за братиком, когда родителей нет дома. И это еще не все. После школы я хожу на кружки рисования и моду. Больше всего я люблю рисовать и танцевать. Со второго класса я хожу на танцевальный. Я очень люблю свою семью. Саша любит заниматься спортом, играть в шахматы, рисовать. В этом году идет в школу. Говорит, что с нетерпением ждет первого сентября, чтобы познакомиться с новыми друзьями и учителями. Люблю рисовать и играть в футбол и разные игры. Я еще умею подчариваться. Люблю родиться со семьей. Фархулины участвуют в различных конкурсах, мероприятиях, выступают на концертах и всегда завоевывают призовые места. В любых начинаниях поддерживают друг друга. Провести время вместе – одна из главных наград для них. Секрет счастливой семейной жизни – это сходство привычек и интересов, умение уступать в споре, совместная забота о детях, взаимопомощь в любых обстоятельствах и, конечно, взаимопонимание и любовь друг к другу. Семья Фархулиных – частый гость деревни. Помогают родителям смотреть за скотиной, ездят на сенокоз. Они чтят семейные традиции. Говорят, благодаря родителям они стали хорошими людьми и создали любящую семью. С апреля Верник Татышлак, филиал Центра реабилитации, работает в дистанционном режиме. С детьми занимаются команды специалистов, помогают родители. Как построена работа и какие сложности возникают, расскажем в следующем сюжете. На занятии давайте готовим. Вы уже, наверное, собрали, да, шишки. Мы будем сначала из пластилина что-нибудь рисуем, сделаем, например, из шишки, там, из лужика. Нуряширев Галиева – инструктор по труду. Работает в реабилитационном центре с детьми с 2003 года. Говорит, это большая радость. В этом году из-за пандемии филиал перешел на дистанционный режим. Вот уже с апреля филиал принимает детей онлайн. Специалисты проводят консультационную, информационную работу с детьми и их родителями. Долго привыкали к новому формату, конечно. Даем консультации родителям, готовим мастер-классы, видим материалы. Родителям также было сложно привыкнуть к новому формату работы. Но при взаимопомощи мы добились высоких результатов. И участвуем в региональных, всероссийских конкурсах. И получаем призовые места. Начинать работу в новом формате тяжело. Тем более, если работаешь с особенными ребятами. Родители всегда идут на контакт, занимаются с детьми по подготовленным видеороликам, презентациям, мастер-классам, говорят работники. Находить общий язык не приходится, ведь они знакомы друг с другом много лет. Проводим онлайн занятия с родителями, также с детьми. Делаю видеопрезентации, рекомендации для родителей. При необходимости даем консультацию для родителей. На данный момент я занимаюсь с пяти детьми. До пандемии я делал детям массаж. Все дети были довольны и родители. Филиал реабилитационного центра принимает детей не только Татышинского района, но и Аскинского. Проблема дистанционного обучения одна. Не у всех есть интернет. Но мы все-таки совместно с родителями в тесном взаимодействии и контакте все-таки решили эту проблему. И мы контактируем и работаем. За этот период нами охвачено 106 ребенка-инвалида. Ежедневно наши работники выходят на связь как с родителем, так с самими детьми. Наши ребята продолжают участвовать при поддержке наших специалистов в различных конкурсах, фестивалях. Поддерживают акции, флешмобы. А также дети сами учатся пользоваться интернетом, сами социально адаптируются, становятся социально активными гражданами. Дети, конечно же, разные. Есть активные дети, есть менее активные. Но смотря на результаты детей, которые активно участвуют в развивающем процессе, остальные дети подтягиваются, появляется стимул. Так вот наши дети посредством онлайн-занятий готовят онлайн-концерты, которые помогают подготавливать и выставляют в интернет. Конечно, с согласия родителей, наш культорганизатор. Вот мы видим, что дети занимаются и дома. Есть что показать, есть чем похвалиться своими результатами и достижениями. Сегодня в дистанционном режиме работают 10 специалистов. Это инструкторы ЛФК, старшие медсестра, брат по массажу, педагог-психолог, социальный педагог, культурный организатор, три воспитателя, а также специалист по социальной работе. Сотрудники и родители с нетерпением ждут открытия реабилитационного центра, чтобы работать как прежде и видеть радостные лица детей. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь дома и смотрите новости Татышлинского района каждый четверг в 7 часов вечера и в субботу в 19.20 на телеканале ЮТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»